Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По маркетингу так правильно называют Ну в общем суть того, что люди тоже были никем, были конченными грешниками, были наркоманами чем-то вообще Но они сделали выбор, прошли реабилитацию до конца, взяли на себя ответственность, взяли какое-то служение В церкви служат что-то, заводят семьи, все, ну то есть просто, ну это возможно, это возможно, братья и сестры, это возможно, так может быть Не нужно смотреть на плохие примеры, есть, да, есть хорошие примеры просто, представьте, и все, у вас все получится тоже Ну все, даю слово Евгению Да, здравствуйте, драгоценная церковь, я очень рад прибыть в Доме Божьем вместе с вами, потому что вы моя семья Я сегодня, знаете, хочу, мне Бог дал это слово и сказал, чтобы я поделился этим словом с вами Как с семьей своей, как с церковью, как с людьми, верующими в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя Я знаю, я верю в это, что это слово, которое дал Господь, оно настолько сегодня актуально в нашей жизни, в жизни вообще людей, в жизни церкви И вообще, в общем, смотря на все происходящее, это очень важно Знаете, хочу сразу вместе с вами окунуться в историю История Ветхого Завета Бог изначально, когда создал человека, он вдохнул в него жизнь Вдохнул жизнь и повелел ему делать в Эдемском саду, обрабатывать землю Обрабатывать землю, деревья и все И дал вот такое ему повеление Ну, жизнь человека пришла, пришло, как сказать, такое желание, что ли Познать, что же все-таки будет, если я вкушу тот плод, который запретил мне вкушать Бог Он его вкусил и, слава Божия, отошла от человека В жизнь человека пришел грех Прошло некоторое время И люди настолько, они извратились Извратили свои пути перед Богом, перед Его глазами, что Бог Он Он просто начал Говорит, я, говорит, уже устал на вас смотреть Вы, говорит, столько делаете зла, столько делаете плохого Что сколько же мое имя будет вами пренебрегаемо Я, говорит, потоплю эту землю В то время жил один человек, который ходил, как написано, ходил перед лицом Божьим Это был Ной Бог Ною повелевает Сделать Построить ковчег Ной Как человек Божий Он идет в послушание Идет в смирение И начинает стройку Начинает строительство корабля В том месте, где в помине вообще никто никогда в жизни своей не знал, что такое дождь вообще Что такое вода и что такое дождь Ну, вода-то знали, но Что вода может истекать с небес, они, в принципе, в своем не знали И порой ему говорят Вы вообще, ты нормальный человек Ну, как бы нормально у тебя все с головой Ты корабль строишь в пустыне вообще Зачем? Зачем? Но Ной Идя по Божьему пути По Божьему повелению Он не слушал никого Просто делал то, что ему сказал Бог И когда это все произошло Когда Ной уже построил ковчег Бог В лице Ноя И в лице его семьи Позародил вообще все человечество Остальных он умертвил, утопил Бог Ной, простите Ной Когда вышел из ковчега на твердую землю Стал, он поблагодарил Бога Что Бог благословил его И Возродил человечество Вот именно В таком виде, в каком был Именно Ной То есть он ходил перед лицом Божьим Проходит опять какое-то время И Бог избирает Опять другого человека Авраама И говорит Аврааму Иди Я тебе говорю Иди туда Куда я тебя посылаю Авраам не зная куда идет Он просто идет В послушании В смирении Собирает весь свой род Он довольно таки был Богатым человеком На то время У него было большое Имение Много стадов Крупного рогатого скота Мелкого скота В общем Он собирает всех И идет туда Не знамо куда Ну так бы он говорит Он не знал куда идет Бог ему сказал иди И тот пошел Опять проходит время Авраам Имеет даже такое дерзновение Прийти перед лицом Божьим И просить его Ходотайствовать За Содом и Гоморру Чтобы Бог Не истребил эти Два города Которые были тоже Сильно извращены Но Когда оттуда вышел Лот Племянник Авраама Все таки Эти города Были уничтожены Мы видим Авраам идет И Делает То что Бог Повелел ему Идет в смирении И в послушании Слову Божьему Дальше Человек Опять проходит Какое-то время И мы видим Исаака Бог ему говорит Исаак Ты должен Принести в жертву Своего любимого сына Он говорит Как? Это же мой сын Я его настолько люблю Ну как? Боже! Он идет Что-то делает Он берет Своего сына Он идет В послушании В смирении Он идет На гору Поднимаются Вместе С сыном Ставят Жертвенник Накладывают Дрова Авраам Ложит Своего сына На жертвенник Заносит Уже кинжал И Бог Говорит Подожди Стой Не надо Этого делать Я вижу Что Ты Смирен И послушен Моему слову Вон там Есть агнец И ты его Принесешь Мне жертву Бог выбирает Тех Кто В смирении В послушании Идет И делает Своё То дело Которое Бог повелевает Им Дальше мы видим Времена Патриархов 12 колен Израилев И Иосиф Любимый сын Последний Любимый сын Знаете Настолько Меня Изумляет Жизнь Иосифа Настолько Я поражаюсь Насколько Иосиф Был Послушен Богу Послушен Богу И Делал Всё то Что Бог Ему Повелевает С малых лет С отрочества Отрак Был Молодой парень Будем так Говорить Он имел Дар От Бога Толковать Сны Мы знаем Об этом Что он В один Прекрасный Момент В один Прекрасный День Рассказывает Свой Сон Своей Семье Своему Отцу Своим Братьям И они Просто Над ним Смеются Не Принимают Его Но у братьев Всё таки На сердце Остаётся То что Они Как так то Ты самый младший А мы тебе Придём И будем Поклоняться Вообще Это Че Это Неправильно И у них Осталось Сердце Вот это Злоба Которая Осталась От Его Слов От Слов Иосифа Братья Потом Они Его Продают В Рабство В доме Патифара Иосифа Тоже Ожидает Некая Оказия И После этого Он попадает В тюрьму Сидит Там Долгое Время И Всё это Время Иосиф Остаётся Верен Богу Он Ни Под что Не Не соглашается Он Не Соблазняется Он Просто Живёт Так Как Чтобы Богу Было Угодно Его Жить И Бог Делает Именно Такие Вещи Видя Сердца Человека Видит Сердце Иосифа Он Его Поднимает И Делает Его Заместителем Главы Города Страны Страны Египта Он Был Заместитель Фараона И Бог В лице Иосифа Он Спасает Израиль 12 Колен Израиль То есть Проведя Через Все Испытания Которые Прошёл Иосиф Он Его Поднял На Те Высоты Где Бог Его Видел Потому Что Бог Он Для Каждого Из Нас Уготовил Место Иосифа 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 Как Было Сказано Иосифом Братьям Они Приходят К нему Поклоняются Ему И Бог Спасает От Голода 12 Колен Продолжение Опять Проходит Какое-то Время Фараоны Меняются Фараоны Умирают Всё Как-то Так Закручивается Но Евреи Остаются В Египте Но Они Уже Не на Положении Как Были Раньше Когда Иосиф Был Заместителем Главой Главы А Они Стали Рабами Рабами И у них Был Очень Тяжелый Труд Который Они Занимались Они Делали Изготовляли Кирпичи И Этот Тяжелый Труд Заставил Евреев Воззапить К Богу Они Воззапили К Богу И Бог Бог избирает Человека Бог Избирает Человека Он Избирает Моисея История Моисея Моисей Тоже Он Вообще Тоже Уникальная Уникальная Судьба Еврея Который Родился В еврейской Семье Но По воле Божьей Он попадает Попадает В дворец К Параону И он Воспитывается С младенчества Он Воспитывается Во дворце У фараона Но Суть в чем? Суть в том, что в нем течет Кровь еврея И он Видя то, что Люди Еврейские Еврейский народ Он Настолько Порабощен И настолько Унижен Что у него Горечь На сердце Видя все это И в один Прекрасный Момент Когда Один Из Солдат Который Избивал Избивал Еврея Он Его Убивает То есть Заступается За Своего Соплеменника И убивает Его Но За убийство Полагается Казнь Он Убегает Он Убежал И Бог Ему Говорит Из Куста Горящего Куста Моисей Моисей Я Избрал Тебя Я Избрал Тебя Для Того Чтобы Ты Вывел Мой Народ Из Пленна Я Посылаю Тебя Моисей Говорит Так Кого Меня Да Я Вообще Кто Я Я Я Вообще Косноязычный Я Вообще Ничего Говорить Не Умею Не Могу Бог Говорит Не Беспокойся Не Беспокойся Все Что Тебе Нужно Все Что Тебе Потребно Я Дам Вот Тебе Человек Рядом Будет Который Ты Будешь Через Него Говорить Он Будет Твоими Устами Я Буду Говорить Тебе А Ты Уже Будешь Говорить Через Него Народу Моему Потому Что Я Избрал Евреев И Я Слышу Как Евреи Сегодня Как Мой Народ Сегодня Возапил Ко Мне От Тяжелого Рабского Труда Происходит Событие Которое Бог Помогает Он Выводит Он Выводит Евреев И Евреи Заходят В ту Землю Которую Бог Обещал Аврааму Когда Сказал Я Дам Твоему Семени Землю Десяти Народов Еврей Заходит В эту Обитованную Землю Бог Делает Сво Своё Обещание Он Вводит Проходит Время Начинается Время Царства Бог Опять Выбирает Людей Через Которые Через Которых Он Говорит Своему Народу Царя Давида Соломона Пророков Тех Людей Через Кого Бог Проговаривает Для Людей Что Они Делают Какие То Вещи Что Богу Не Угодно В глазах Его Может Мерзость Можно Это Даже Так Назвать И мы Видим Что Последним Человеком Который Избрал Которого Избрал Бог Это Был Пророк Малахи И Через Этого Человека Через Пророка Бог Говорит Ребята Вы Настолько Уже Обнаглели Что Я Вам Говорил Что Чтобы Вы Приносили Самое Хорошее Самое Доброе Мне В жертву А У Вас Что Получается Вы Уже Настолько Извратили Все Мои Повеления Все Мои Слова Что Плохое Вы Несете Хромое Косое Больное Вы Приносите Мне И делаете Жертву Для Меня Вы Говорит Вы Совсем Не то Делаете Я Не того Хочу Хотел А то Что У вас Стоят В стадах Хорошие Добрые Откормленные Валы Вы Говорит Вы Настолько Уже Обнаглели Что Я Я Вообще Ничего Не буду Говорить И Бог Замолкает 400 лет Бог Молчит Приходит Полнота Полнота Времени Приходит Обещанный Мессия Который Тоже Через Пророков Бог Говорил Через Пророков Что Будет Будет Спаситель Вам Будет Спаситель Иисус Христос Приходит Иисус И самое Интересное Что Знаете Интересное То Что Бог Иисус Когда Когда Крестился В Иордане Крещением Иоанновым Что Он Первое Сделал После Этого Крещения Кто Знает Кто Знает Он Избрал Себе Учеников Он Избрал Себе Учеников Из тех Людей Которые Были Которые Ожидали Ожидали Спасителя Которые Ждали Человека Или В общем Мессию Для того Чтобы Пришел Мессия И спас И спас Их От Римского Гнета Он Избрал Людей Грешников И мытарей Для Себя И потом Он Иисус Христос Наш Господь Он Начал Учить Учить И Показывать Людям Своим Ученикам Которых Он Избрал Он Начал Показывать Как Как Нужно Служить Людям Открой Пожалуйста Матфея 9.35 Здесь написано И ходил Иисус По всему Городу По всем Городам И селениям Уча В синагогах Их Проповедуя Евангелие Царствия И исцеляя Всякую Болезнь И всякую Немощь В людях То есть Смотрите Что делает Иисус Он Показывая Людям Показывая Ученикам Своим Делает Такие Вещи Что он Исцеляет 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 Людей И Тем самым Пока Тем самым Иисус Просто Показывает Насколько Мир Который Был На то На то На то Время Он Болен Он Болен Болен И Нужда У мира Была Нужда Ниже Видя Толпы Народа 36 Стих Видя Толпы Народа Он Сжалился Над Ними Что Они Были Изнурены И Рассеянны Как Овцы Не И 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 Мы Как Люди Которые И Имеют Имеют Учение Христово И Имеют Откровения Божьи Через Которые Мы Можем Познавать Каким Образом И Как И 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 Приходил Приходил К Нуждающимся И Обремененным Мы Можем Видеть Через Призму Божьего Слова Всех Тех Людей Которые Сегодня Нуждаются В Помощи Нуждаются В Помощи Знаете Если Смотреть Что Происходит Сегодня В нашем Мире То Это Настолько Настолько Мир Он Болен Болен Грехом Болен Вот Страхом Потому Что Люди Сегодня Они Боятся Они Настолько Напуганы И Испуганы И Не Понимают Что Что Будет Завтра Нет Той Стабильности Которая Была Когда-то Сегодня Ее Нет Если Смотреть Даже На Вообще Мир В целом Другие Страны Сегодня С этими Санкциями За Границей Люди Они Тоже Воззапеют Потому Что Вся Экономика Рушится Все Рушится Люди Настолько Они В панике Они Они Не Понимают Что Вообще Происходит Наши Наши Россия Россия Ни Которые Сегодня Боятся Боятся А что 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 Нас Ожидает Завтра Мы Никто Не Знаем Потому Потому Что Все Живут В Страхе Ко Мне К Нам На Домашнюю Группу Пришла Пятница Пришла Одна Женщина И Мы Начали Общаться С ней И Она Рассказала Такие Вещи Что У нее Внук У нее Внук Находится На Передовой Где Происходят Сегодня Военные Действия И Знаете Она Рассказала Что Она Делает Что Она Молится Богу Молится Богу Ставит Ему Свечки И Она Пришла Я Понимаю Что Сегодня Люди Которые Вот Они Настолько Удроч Как Напуганы Они Рассеяны И Изнурены Вот Тут Написано Что Изнурены Изнурены Это Вот Именно Состояние Страха Изнурение Это Вот То Состояние В котором Пребывают Сегодня Все Люди Все Человечество Вот Именно Страх Страх Перед Завтрашним Днем Что Будет Завтра И Эта Женщина Она Я Я Рассказал Ей Что Это Была Пятница Что В Ленинск Кузнецке Проходит Молитва Молитва За Россию Молитва За Все Что Происходит На Украине И Мы Когда Молились Я Видел Видел Откровенная Мольбу Человека Который Нуждается Нуждается В Боге Как Тут Написано Христос Он Видел Он Видит Людей Которые Нуждаются В Нем Нуждаются В утешении Нуждаются В наставлении Нуждаются Сегодня Люди Нуждаются В тех Кто Поможет Им Правильно И Куда Мой Куда Мой А куда Можно Обратиться Кому Можно Обратиться Потому Что Она Начала Задавать Мне Такие Вопросы Правильно Я Делаю Я Вот У меня Я Я Видела Горит Как Моя Бабушка Она Вставала На колени Перед Иконой Молилась Ставила Свечки Я Горит Так же Делаю Сегодня Я Я Я Попытался Ей Объяснить Как Как Смог Что Мы Можем Общаться С Богом Личное Общение Личное Личное Общение Без Без Всяких Посредников Через Иисуса Христа Люди Сегодня Настолько Открыты Для Евангелия Потому Что Все Это Удруче Все Это Что Происходит Это Настолько Человечество Устало От Всего Этого От Воровства От Греха Сегодня Они Ищут Ищут Тех Которые Помогут Им Как-то Направить Их Направить Их Бог Как Вообще Как это Произошло Я Не знаю Как Бог Вот Он Делает Так Вот Так Направляет Людей Друг К Другу Чтобы Проявить Свою Славу Я С Этими Женщинами Столкнулся Ну Прям Буквально На улице Я им Просто Начал Рассказывать О Христе И они Настолько Я видел Жажду В глазах Их О Боге По Богу Что я Приглашаю Их На Домашнюю Группу И они Приходят Они Приходят Первый Раз Потом Зовут Еще И приходят Второй Вот Две Домашние Группы Прошло И все Это Слава Божья Не моя слава Не как человека А слава Божья И я Сегодня имею Эту возможность Этим женщинам Рассказывать О Христе Читать вместе Библию Говорить С ними Утешать Их Потому что Люди Сегодня Нуждаются В утешении А мы Мы сегодня Те люди Которые Имеем В себе Того Утешителя Который Пришел С нам Свыше Обращение Андрея Хорошенко Андрей Александрович Это наш Епископ Обращение К церкви И оно Таково Сегодня Настало Он Говорил Об этом Сегодня Настало Это Время Когда Церковь Должна Служить Тем людям Которые После Знаете Есть такой Синдром Послевоенный Синдром Слышали Нет Может быть Слышали А вот Есть еще Военный Синдром Это Те люди Те матеря Те жены Те сестры Те женщины Которые Послали Своих Мужей Отцов Братьев На войну И они Молят Они просто Не знают Куда Сегодня Пойти Кому Обратиться И как Это Вообще Все Происходит Они Хотят Помочь Своим Мужчинам Но Они Не Могут Потому Что Они На войне А мы Здесь Да Они Здесь И они Ищут Этого Утешения И мы Сегодня Как Церковь Мы Должны Должны Служить Этим Людям Мы Видим Мы Через Призму Божьего Взгляда Мы Определяем Мы Можем Это Делать Драгоценные Братья И сестры И Каждый Из Нас Мы Можем Это Делать Мое Сегодня Послание Оно Называлось Называется Так Кто Я Для Царствия Божьего Это Вопрос Кто Я Для Царствия Божьего Тридцать Седьмой Стих Пожалуйста Открой Тогда Говорит Ученикам Своим Жатвы Много А Делатели Мало Итак Молите Господина Жатвы Чтобы Выслал Делатели На Жатву Свою Здесь Иисус Христос Говорит Жатвы Много А Делателей Мало Давайте Говорит Молите Господина Жатвы Чтобы Выслал Делатели А Кто Такие Делатели Как Вы Думаете Кто Такие Делатели Которые Что То Делают Для Царства Божьего Которые Что Которые Что То Делают Для Того Чтобы Люди Познали Кто Такой Есть Христос И Знаете Интересно Вот Верни Пожалуйста А Ну Пусть Будет Так Иисус Вообще Когда Рассказывает Когда Учил Учеников Рассказывает Он Иллюстрировал Свои Рассказы Какой-то Ну Какими-то На Понятными На то Время Языком Говорил Иллюстрировал И Здесь Иисус Приводит Иллюстрацию Земледелием Хочу Спросить Вас Вы Все Кушаете Хлеб Не Все Но Большинство Да У большинства Людей На Стайлах При Приеме Пищи Присутствует Хлеб Ну Интересно А Сколько Людей И Каких Профессий Вот Задействованы Чтобы Этот Хлеб Как Мы Его Привыкли Видеть Он Присутствовал У нас На Столах Как Вы Думаете Много Давайте Просто Мы Просто Посчитаем Да Просто Посмотрим Как Это Вообще Как Это Процесс Какой Процесс И Первое Начнем Это Начальник Это Агроном Агроном Который Выбирает Зерна Который Смотрит На Почву Который Смотрит На Поля И Говорю Уже Потом Если Фонд Дает Добро Он Начинается Посев Пахота Спасибо Пахота То есть Люди Начинают Обрабатывать Землю Механизаторы И Трактористы На тракторах Едут Пашут Землю Все Приготовили Землю Но в этот Момент Люди Которые Они Готовят Зерно Для того Чтобы Это Зерно Потом Было Посажено Они Его Накладывают В мешки Но Сейчас Если Конечно Все Механизировано Но Без Участия Человека Тоже Не Обойтись И Эти Мешки Почему Только Мешки Потому Что В Сеялку Можно Да Можно Можно Насыпать Только С мешка Люди Которые Нагребают Да Это Зерно По Мешкам Сеятеля Минимум Два Человека Насеялки Минимум Два Человека Потому Что Она Большая Четыре Там Четыре Бункера С одной Стороны И с другой Стороны Плюс Тракторист Ну Если Это Один Трактор А Если Много Тракторов Ну Там Два Три Плюс Водителя Большого Грузового Грузового Автомобиля Который Привозит Привозит Это Зерно Все Посеяли Начинается Когда Прорастает Зерно Когда Прорастает Злак Начинается Самое Главное А самое Главное Это Что Обработка От Грызунов От Всяких Тернив Чтобы Этот Злак Он Обработанный И он Набрал Свою Силу Он Возрос И дал Соответствующий Плод Вот Это Самое Главное В Земле В Земледелии Злак Вырастает Зерно Уже Колосья Наливаются Начинается Уборочная Опять Комбайнеры Трактористы Водители Все остальное Это зерно Уводится На Сушилку Оно Должно Быть Высох Просушено И только Потом Его Везут На Мелькомбинат Из него Молят Муку После Мелькомбината Соответственно В пекарне И после Пекарни Только мы Видим Последний Продукт Который Мы Вкушаем Представляете Сколько Народу И сколько Профессий Задействовано Только ради Того Чтобы хлеб Был Такой Какой Мы его Привыкли Видеть Самое Главное Чтобы Этот хлеб Вырос Чтобы Этот хлеб Чтобы Колосья Налились Необходимо Культивировать И Необходимо Обрабатывать Если Этого Не Делать То Терни Они Задавят Пшено Ой Задавят Пшеницу И Никакого Колоса Не будет Никакого Зерна Зерна Не Произойдет И хлеба Не будет Так же И у нас В христианской Жизни Происходит А что происходит Человеку Рассказали Евангелие Человек Заинтересовался Он Он Приходит В церковь Ему Понравилось Он Приходит Второй Раз Вроде Все Хорошо Но От воскресения До воскресения Этот человек Он Предоставлен Сам себе Он Предоставлен Этому Миру Который Диктует Свои Условия И Если В церкви Никто Не Поддержит Этого Человека Не Подхватит Как мы Можем Сказать Чтобы Как-то Наставить Ободрить Направить Поддержать Этот Человек Мы Можем Его Потерять Для Царствия Божьего Мы Можем Его Потерять Для Царствия Божьего Хотя Семя Оно Посеяно И Уже Может Быть Уже Что-то Начало Прорастать Но Терни Которые Есть В том Мире Который Диктует Свой Они Задают Этот Колосок То Что Начинает Прорастать Я Верю Что Вы Знаете Что Каждое Евангелие Которое Написано Которое Мы Читаем Оно Добавляет Предыдущее Ну то есть Они Добавляют Друг 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 И Вот Я Хочу Открыть Лука 10 С 1 стиха Лука Лука 10 1 стиха Здесь Написано После Сего Избрал Господь И Других 70 Учеников И Послал Их По Два Пред Своим Пред Лицом Своим Во Всякий Город И Место Куда Сам Хотел Идти Смотрите Иисус Христос Он Избрал Себе 12 Учеников Но Помимо 12 Апостолов Да Он Еще Избирает Других 70 Как Здесь Написано И Посылает Во Всякий Город Во Всякое Селение Куда Сам Хотел Пойти Иисус Христос Знает Он Знает Все И Где И в Каком Месте Жаждут Его И Его Чудес Жаждут Его Присутствие Жаждут Его Исцеление Жаждут Его Слава И Он Посылает Сегодня Туда Тех Людей Которые Послушание И В Смирении Идут И Делают Божью Работу Он Сегодня Делает Прославляется Через Людей Которые Смирение И Послушание Делают Его Работу Дальше Второй стих И Сказал им Жатвы Много Делать Или Мало Итак Молите Молите Господина Жатвы Чтобы Выслал Делать Или На Жатву Свою Третий Стих Идите Я Посылаю Вас Как Агнцев Среди Волков Слово Идите И После Него Стоит Воскресательный Знак То есть Иисус Христос Говорит Молите Господина Жатвы Чтобы Выслал Делать Или На Жатву Свою И тут же Третий Стих Он Повелевает Идите Я Посылаю Вас Как Агнцев Среди Волков Как Смиренных Которые Могут Показать Божью Славу Для тех Которые Нуждаются Сегодня Слово Волков Можно Принять Этот Мир Которые Сегодня Нуждаются В Божьей Славе И Вот Иисус Говорит Идите Идите И Делайте Прославляйте Прославляйте Меня Прославляйте Мое Святое Имя Еще Одно Место И Мы С вами Помолимся Евангелие От Иоанна Четвертая Глава С Тридцать Шестого Стиха И Жнущий Получает Награду И Собирает Плод Жизнь Вечную Так что И Сеющий И Жнущий Вместе Радоваться Будут Дальше Тридцать Седьмой Ибо В этом Случае Справедливо Изречение Один Сеет А другой Жнет Так все Таки Драгоценные Как Что можно Сделать Какой Можно Сделать Вывод В этом Что Не Только Сеятели Это Делатели Но И Те Которые Обрабатывают Те Которые Поддерживают Те Которые Души Попечением Занимаются Это Самое Главное Для того Чтобы Царствие Божье Оно Наполнялось Плодами Потому Что Для Бога Самое Важное Это Человеческие Жизни Человеческие Души Аминь Драгоценные И Сегодня Сегодня Вы У меня Спросите А что Делать Да Что Делать Давайте Будем Молить Господина Жатвы Чтобы Он Нам Показал Что Я Могу Сегодня Сделать Кто Я В Царстве Божьем Что Я Могу Сделать Для Того Чтобы Спасти Души Человеческие Поддержать Ободрить Утешить Как То Послужить Что Я Могу Сегодня Сделать Помолимся Аллилуйя Драгоценный Всемогущий Бог Мы Приходим Тебе Господь Перед Твоим Троном Милости И Благодачи Господь С Благодарными Сердцами Господь За то Что Ты Сделал В нашей Жизни Господь За то Что Ты Прославляешься Через Нас Господь Во имя Иисуса Христа Мы Молимся Тебе Господь И Просим Тебя Чтобы Ты Господь Показал Показал Каждому Из Нас Что Бо Ты Хотел Чтобы Мы Производили Производили В Царстве Твоем Какой Дар Ты Даешь Нам И Чтобы Мы Развивали Его Для Для Того Чтобы Служить Людям Тем Которые Сегодня Нуждаются В Твоей Славе Господь Во имя Иисуса Христа Господи Ты Покажи Каждому Из Нас Тех Людей Которым Мы Можем Послужить Господь Может Быть Это Кто-то Сидящий Рядом Или Живущий В одном Подъезде Со мной Господи Покажи Этого Человека И я Господь Я Буду Тем Человеком Тем Тем Делателем Господь Которому Ты Повелеваешь Заботиться О Царстве Твоем Чтобы В Твоем Царстве Были Плоды Господи Мы Благословляем Сейчас Твое Святое Имя Господь И Ты Благослови Нас Господь На предстоящую Неделю Господь Чтобы Эта Неделя Господь Она Была Наполнена Твоими Плодами Божьего Имя Иисуса Христа Мы Благословляем Господь Благословляем Каждого Брата Каждую Сестру Господь Стоящую Здесь В этом Доме Господь В Твоем Доме Чтобы Слава Твоя Господь Она Была Была На этом Месте Во имя Иисуса Христа Мы Благодарим Тебя За Нашего Пастыря Господь Который Сегодня Находится Господь В отъезде В отъезде Божий Но Мы Благословляем Его Отец Во имя Иисуса Боже Мы Молимся Господь За нужды За нужды Нашей Церкви Которые Есть у нас Господь У детей Твоих Ты Усмотри Каждую Нужду Господь Каждого Человека Который Сегодня Здесь И в Твоей Церкви Во имя Иисуса Христа Мы Молимся Тебе Господь За людей Которые Написаны В этом Журнале Господь Пускай Слава Твоя Господь Она Коснется Каждого Из них Господь Потому что В наших Серцах Эти люди Господь Во имя Иисуса Пускай Это будет Милостью Твоей Господь К любящим Тебя И мы Благословляем Твое Святое Имя Господь На этом Месте В это Время И благословляем Тебя Во имя Иисуса Христа Аминь И мы Одна Церковь Одна Семья На всяком Месте Мы Письмо Христа Аминь С миром Божьим Драгоценным 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 Драгоценным